МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Петр Порошенко планирует провести встречу в нормандском формате в начале июня. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахаром. Сегодня он прибыл в Украину с официальным визитом. Главы государства обсудили противодействие российской агрессии и подписали меморандум об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Кроме того, Петр Порошенко сообщил, что ЕС расширил список персональных санкций против организаторов незаконных выборов президента РФ в иннексированном Крыму. Вместе с тем глава государства отметил, что в конце мая должна состояться встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тогда и согласуют дату переговоров нормандской четверки. В первую очередь, это проект решений, каким образом забезпечить безопасный компонент минских договоренностей, складовой частью которой должен стать решение Ради безопасности Организации Объединенных Наций по миротворческим силам на оккупированном Донбассе. Словения будет поддерживать абсолютно все санкции против России, если она не будет соблюдать Минские соглашения. Это единственный инструмент, которым мы владеем, и с помощью которого можно достичь поставленной цели. Я вижу, что ваше государство со времени моего прошлого визита, 4 года назад, очень продвинулось. Украина преодолела экономический кризис и сейчас развивается очень быстрыми темпами. Работу в нормандском формате необходимо активизировать. Об этом договорились Ангела Меркель и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров. Лидеры Германии и России созвонились, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины, Сирию и иранский кризис. А тем временем в Берлине уже готовят встречу нормандской четверки, правда пока на уровне министров иностранных дел. Татьяна Лагунова продолжит. Хай КамАЗ приглашает нормандскую четверку в Берлин. Новый министр иностранных дел Германии планирует в ближайшее время провести переговоры с коллегами из Украины, России и Франции. И тем самым оживить минский процесс. Ведь в последний раз главные дипломаты квартета встречались более года назад, в феврале 2017-го, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. О своих планах МАЗ заявил во время дебютного визита в Москву. Там глава внешнеполитического ведомства Германии встретился с российским министром Лавровым. Обсудили, кроме прочего, и вопросы, касающиеся Украины. Мы хотим внести в Минский процесс, который мы же и запустили, новую динамику. А это предполагает, что все стороны объединяют свое желание решить конфликт с конкретными шагами. Поэтому мы хотим снова встретиться в нормандском формате. Когда может состояться встреча четверки на уровне министров, пока непонятно. Но, скорее всего, ее главная тема станет подготовка к саммиту лидеров Украины, Германии, Франции и России. Его накануне проанонсировал президент Петр Порошенко после переговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в немецком Ахине. Вероятная дата проведения – начало июня. Ну а перед этим лидеры Германии и Франции собираются с визитами в Россию. Ангела Меркель на следующей неделе отправится в Сочи. Ну а после нее Москву и Санкт-Петербург посетит Эммануэль Макрон. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Евросоюз пока не может предложить Украине перспективу членства, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюгмин Гарелли. По его словам, сейчас переговоры о присоединении к ЕС идут только с Турцией и шестью балканскими странами. Киеву же следует сосредоточиться на соглашении об ассоциации с ЕС, цель которого – способствовать экономической интеграции Украины. Дороги, украинские языки инвестициям. Главная тема сегодняшнего визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Закарпатье. Это первая поездка нынешнего главы правительства в этот регион. Об итогах расскажет Марина Коваль. Это венгерская школа в Ужгороде. Практически все предметы преподают на венгерском. Хорошо знают и украинский. Правда, одного мальчика второклашки сдали. Учителям премьер обещает повышение зарплат. Говорит, за последние два года оклады выросли на 75%. Но их еще нужно довести до рыночного уровня. Что же касается закона об образовании, который предусматривает изучение большинства предметов на украинском, его будут внедрять постепенно. В нынешнем году на открытие украинских классов в Закарпатье выделят почти 9 миллионов гривен. Гуляя по городу, премьер подходит к людям, интересуется состоянием дорог. После этого в ЧОПе премьер встретился с предпринимателями, которые привлекают иностранные инвестиции. Бизнесмены предложили ослабить налогообложение, освободить от уплаты пошлины при растамаживании оборудования. Эти деньги, говорят, можно было бы вкладывать в развитие бизнеса. Владимир Гройсман уверяет, правительство на их стороне. Мы постоянно занимаемся вопросом дирегуляции, забираем различные регуляции, которые обтяжаются для бизнеса. И фактически секторально створим механизмы поддержки для развития промышленности и экономики в среднейшей стране. Содействовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций в госсектор должен и новый закон о публичной приватизации. Глава Кабмина уверен, что пройдет она прозрачно. И покупка предприятий за копейки будет невозможна. Марина Ковадьюри-Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. До президентских выборов в Украине осталось 10 месяцев. Социологи Центра Софии опросили более 2000 респондентов по всей стране. И вот результаты исследования. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то тройка лидеров выглядела бы так. На первом месте Юлия Тимошенко. Ее видят президентом 11% опрошенных. Второе место у лидера оппозиционного блока Юрия Бойко. Его поддерживают почти 10%. Замыкает тройку лидеров действующий президент Петр Порошенко. У него 9,5% поддержки. Что касается выборов в парламент, то более половины украинцев, 52%, требуют перевыборов в Верховной Рады. Если бы голосование состоялось в ближайшее время, то лидером была бы Батькивщина. Ее поддерживают 11,8% опрошенных. На втором месте оппозиционный блок. За него готовы проголосовать более 10% респондентов. И на третьем месте блок Петра Порошенко. Социологи также предложили респондентам выбрать, какие задачи власть должна решить в первую очередь. Наиболее важный вопрос для украинцев – прекращение войны и установление мира на Донбассе. Так ответили 53,5% опрошенных. На втором месте борьба с коррупцией. Не меньше людей беспокоят высокие цены на продукты и тарифы на коммунальные услуги. В столице застрелили мужчину. Это произошло вчера вечером в Святошинском районе. Все началось с потасовки между тремя неизвестными. Один из них открыл огонь и ранил другого в живот. С тяжелыми травмами мужчину забрала скорая, но спасти его не удалось. Пациент скончался в больнице. Полиция сообщила, что личность погибшего уже установлена. Наразі встановлено особу потерпілого. Это 24-летний киян. Слідчим в отделом Святошинского управления полиции начало криминальное проведение за частью 1 статті 115 ККУ. Санкция статті передбачает позбавление воли до 15 лет. Наразі всі зусилля полиції спрямовані на встановлення та затримання особи правопорушника. На Донбасі бойовики снова применили тяжелую артиллерію і минометы. Особенность ситуации обострилась на Луганском направлении. Противник атаковал позиції наших бойців возле Новозвановки, Майорського і Зайцева. Горячей точкой остается і район Светлодарської дуги. Подробності расскажет наш военкор Ирина Баглай. Оце, наприклад, це 122-й, там було 152-го, побільше. Це 120-й прилетав, ось такі ось длинні. Це взрывателі, от 122-го і 152-го калибра. Такими осколками буквально засыпані українські позиції. В останні ночі були дуже сильні обстріли, т.е. практично ніхто не вилазив з блиндажів. Т.е. вони так накрили хорошенько нас. В цей раз артилляія противника целилась по дороге, ведущей к передовым позициям українських пехотинців под Дебальцевым. 122 міліметра. Отсюда виїжджали, вообще машини тут не було. Вона, получается, попала сюди, а то оно разворотило. Так само і на дорогі є. І стараються уністовити нашу техніку, ну і все. Ну, нанести більший урон. Прямоє попадання подобних осколков смертельно для чоловіка. Тому бронежилет і каска даже в часи затіш'я на бойцах. Воно, звісно, броню проб'є, ось такий именно осколок, але хоча б щось може спасти тебе. Не будеш двіхсотим, а будеш тріхсотим. Артилляією противника командують кадрові военні. Уверені, наші бойці. Це російська артилляія. Вони більш професіональні. Тобто, видно, як стріляє мінеметка їхня, тобто, розліти бешені. А от як стріляє арта, тобто, там вже кучніше лоджуть. Коррекціровка проводиться хороша. Да і снаряди привичні летят за країн городів, які чужакам не жаль подставлять подответний огонь. Бальцево, Горловки, Калиновки. Тобто, вони практически арта в них біля городів знаходяться. Плотні обстріли. Защитники Авдеївки отражають уже которую ночь. Вот і в минувшую. Найомники знову прорывались к позиціям десантників в районі промзони. Автомати, пулеміти, РПГ, гранатоміти, також саме АГС роботить, автоматичні гранатоміти 30-мм, СПГ також саме сюди летить, мінеміти 82-м, т.е. ну, доволі, як кажуть, сильно нас пытаються відсюди вибити. Попытка штурма провалилась, і в цей раз, по даному штабу Операции Об'єдненних Сил, у врага потери, двоє убитих і троє раненних. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет, із Донецької області, подробності, телеканал «Интер». Боєвики задержанны, вражескі БТРы уничтожены. Под Києвом прошли показательные учения Национальной гвардії України. Посмотреть на подготовку бойців прибыли военные атташе і представители дипкорпуса 28-ми стран. Все видела і наша Ксения Барвиненко. Це уникальний тренажер РПГ-7. Тут, не выходя із класа, можна отработати навыки пораження целей на расстоянии до 500 метров. Тут можна задати любі погодні і боєві услові, а також время суток. А на цьому полігоні услові вже максимально приближені к боєвим. Нацгвардейці отрабатують десантировання з вертоліта і задержання боєвіков. С РПГ-пулеметами і автоматами Калашникова нацгвардейці пытались отбити вражескую атаку. Бронетехніка противника уничтожена. Група в тройці пересувалася та знищувала ціль. Дані задачі були використані кінологи зі службовими собаками. Можна було використовувати собаку як для пошуку вибухових пристроїв на місцевості, а також штурм якогось здання, чи транспортного засобу, чи противника. А вот цих ребят в Нацгвардії в шутку называють платиновими, ведь снаряження у них саме дорогое. Цена одного патрона доходить до 1000 гривень. Во время же учений пули отстреливають десятками. Посмотреть на підготовку нацгвардійців прибыли дипломаты із 28 стран. Моі впечатлення від Нацгвардії України дуже і дуже хороші. Вони працюють як професіональний слаженний механізм. Осталось доволі підготовка. Бойців і командовання Нацгвардії считають, це можливість показати миру силу українських військових. Я навмисно сьогодні запросив сюди представника Білорусі, знаєш, що вони спілкуються тісно з Москвою, але, певно, доповідь піде туди. Тут присутні ті, які реально допомагають з Сполучених Штаттів. Це Канада, це Румунія, Франція, Італия. Певні программи, які існують сьогодні, допомагають нам, як правоохоронній структурі, досконалювати свої навички, знання, стосовно правоохоронній діяльності, і стандартів, які існують в Європі. Подобні учення проходять регулярно. Таким образом, нацгвардейці оттачують навыки перед очередной ротацией в зону проведення операции об'єднённих сил. Ксения Барвиненко, Евгений Пахальчук, подробності, телеканал Интер. Донбасс буде освобожден путем дипломатії і економічних реформ, а не цену життя тисяч українців. Об'єднався в Острогі заявив генпрокурор, де він зустрічався з студентами Острожської академії. Юрій Луценко також сообщив, що вже на следующій неделе планирують підписати і внести в Верховну Раду представлення на трех депутатів о снятии з них неприкосновенності. Правда, імін не назвав. Не стал обнародувати і фамилии военних, які передавали Надежде Савченко оружие для совершення теракта в центре Києва. Рассказав только, що це полковники і їх личності установлені. Поділился Юрій Луценко також успіхами в боротьбі з коррупцією. Мість проігравшогося клієнта ілі самосуд. В Золотоноші Черкасської області мужчина бросят в игровой зал коктейль Молотова. Один чоловік погиб, трое получили ожоги. В полиції подозревають, що таким образом местні активісти решили бороться з подобними завіднями. Станислав Кухарчук побував на місці событий. На цих кадрах спасателі стараються потушити огонь в старинному зданні, де знаходиться єдинственна в місті музикальна школа. Спустя нескільки часів після пожара учителя підсчитують убитки. Полністю унічтожена сцена. Несколько класів. Водою залиті інструменты і нотні тетради. Пожар почався на першому этажі, де знаходилось поміщення національної лотереї. Однак під такою вивіскою обычно працюють ігрові залі. По предварительним даним, це був поджог. Що неудивительно, кажуть в школі. Через 20 метрів в цьому ж приміщенні інший. За углом цьому ж приміщенні ще один. Це звичайно обурювало місцевих активістів. Ну, як бачимо. Около 4-х утра мужчина був в поміщення ёмкость з зажигательной смесью. В це час внутри знаходились два клієнта – адміністратор і охранник. Один із игроків згорел заживо. Остальні получили множественні ожоги. Эти парні завсегдати згоревшого заведення. То, що ігрові зали в Україні вне закона, їх не смущає. Утверджають, клієнтів тут завжди хватало. Возможно, хтось із проігравших решив так отплатити. Це заведення згоревшого всього в 30 метрах. Согласно копії офіційній ліцензії Мінфіна в уголке потребителя, тут повинні продавати лотерейні білети. Але імі і не пахнє. Ні смущаєсь камері, один із клієнтів продовжає іграти. Як і персонал, він з журналистами немногословен. Гроші можна буде дати? Ні? Ні? Можна програти. Ми викликаємо поліцію. Правоохранителі в недоуменні. На прошлій неділю вони з'явили тут всі комп'ютери, але машини знову на місці. Скільки вас вилучили обиском? Скільки гравих автоматів? Ви працювали тоді? Я пам'ятаю, що було 37. 37 автоматів. То вилучили. То це вам не падало в думку, як можна знову відкриватися, коли обиском було проведено вас вилучено? Не на камеру поліцейські кажуть. Таких подпольних казіно в Золотоноші не менше десятка. Комп'ютери ізымають, але владельцам нічого не стоїть вернути їх через суд. Сгоревший зал вже вряд ли снова буде работать. А хозяева остальних, видимо, опасаясь подобной участи, решили временно закрыться. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності, телеканал «Интер», Черкасська область. Два українських моряка погибли в Атлантическом океане. Николай Лукашов і Александр Червонова з Херсона нашли мертвими на борту грузового судна «Атлантик Хервене» под флагом Гонконга. Сухогруз 7 мая вошел в порт Прая. Африканського государства Кабо-Верде ушел через два дня і тут же вернулся із-за смертельного ЧП. Що произошло, пока неизвестно. Судно принадлежит турецкой компанії і должно було следовать в Гибралтар. Сейчас оно арестовано. Тела находяться на борту. В Кабо-Верде продолжаются следствия. В украинском МИДе отметили, что выясняют обстоятельства гибели моряков. Вчера после обеда нам позвонили из компании. Сказали, что мой муж погиб на пароходе. При каких обстоятельствах мы не знали. Вечером мы узнали, что он либо отравился, либо их там убили, там умерло два парня. Хочу кричать на весь мир. Это такая боль. Мы доручили опрацювати судновласникам и операторам судна питание невідкладной репатриации тіл громадян Украины. Консул Украины в Сенегалі одержав завдання выехати на місце події, з'ясувати стан та результати расследования компетентами органами країни перебування за фактом смерти громадян Украины. Украинцы должны иметь возможность лечиться у себя в стране, а не тратить сотни тысяч гривен на операции за границей. Об этом заявляют в радикальной партии. Ее лидер сегодня открыл новый корпус радиологического отделения в Черниговском областном онкодиспансере. В прошлом году Олег Ляшко обещал добиться выделения бюджетных денег на это строительство. Теперь с помощью нового оборудования в больнице можно делать полсотни операций за смену. Первая запланирована на 4 июня. Когда у нас в поликах на онкологию забезпеченность у этого 6% за рахунок государственного бюджета, а все інше, чтобы купить себе лекарства, остальные сходы должны вынести, залезти в борги, продать все на свете, чтобы поликовать. То это избавляет людей право отримать медичную допомогу. Борются за то, чтобы у вас были зарплаты достойные, чтобы ваша работа ценилась, чтобы вы не работали на копейчане зарплаты, и чтобы у вас не было потреби ходить побираться, и заводить книги, скарг, где вам дадут 10 гривен, 20 гривен, 30 гривен. Громкий арест. Сразу 5 самых разыскиваемых террористов ИГИЛ попались на границы Сирии и Ирака. Американские спецслужбы пытались их вычислить не один месяц и даже не один год. Дмитрий Анопченко о деталях этой операции. Об этом событии узнали от Дональда Трампа и, как обычно, из Твиттера. Стоило разведке доложить президенту о задержании тех, кого они так долго вычисляли, как Трамп простодушно сообщил об этом. По секрету всему свету. Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГИЛ только что пойманы. Чуть позже стали известны подробности. Операцию провели в приграничном районе Ирака и Сирии, причем задействовали и иракских силовиков, которых готовили американцы, и отряды сирийской оппозиции. За боевиками долго следили, местоположение вычислили, в том числе по сигналу мобильных телефонов. В итоге оперативная информация подтвердилась, это действительно террористы из списка топ-вонтед, наиболее разыскиваемых. Саддам Аль-Джамаль отвечал в ИГИЛ за безопасность, Мухаммед Хадар – полевой командир, Исам Аль-Забаи – руководитель спецназа, Амар Аль-Карбули – глава разведки, и Исмаил Алисави – правая рука главаря ИГИЛ, один из их основных финансистов. Допрос провели сразу же, прямо на границе, и, получив первую информацию о месте расположения, ВВС нанесли удар по так называемому военному комитету ИГИЛ. Сообщается, что в результате налетов погибли почти полсотни людей из числа руководства террористической организации. А еще один из задержанных, непростительный прокол, был настолько уверен, что до него не доберутся, что использовал для связи с остальными смартфон, который разблокировался простым отпечатком пальца. Через мессенджер Телеграм, считая этот канал наиболее защищенным, он переписывался с остальными главарями группировки. И в руки спецслужбам теперь попал весь массив данных за долгое время. И хотя формально это операция иракских и сирийских силовиков, но понятно, что за ней стоит огромная работа американских спецслужб, которые использовали и средства слежки, и законспирированных информаторов. Так что у них сегодня праздник, ведь персоны такого уровня, да еще сразу пятеро, не попадались очень давно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Евросоюз не должен платить за выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил МИД Франции. Возможных убытков опасаются и бельгийские компании. Почему американские санкции против Ирана затронут европейцев, расскажет Елена Абрамович. 600 миллионов евро. Таков объем бельгийского экспорта в Иран за прошлый год. Компании Бельгии оживили сотрудничество с Ираном и вложили в это немало инвестиций после заключения соглашения в 2015-м. Оно, напомню, снимало санкции с Ирана в обмен на свертывание ядерной программы. Теперь, после выхода США из договора, пострадают все предприятия, которые хотя бы частично сотрудничают с Ираном и Штатами. Это плохие новости для ряда фирм, например, производителей самолетов. Нефтяные компании также пострадают. И это повлияет на цену нефти. Думаю, в ближайшие несколько дней рынок покажет результат. Это подрывает стабильность. И экономическую, и политическую, заявили западные лидеры. Ведь выход из соглашения нивелирует основное правило мировой дипломатии. Договоренности должны соблюдаться. Это соглашение является результатом 12 лет работы, очень длительного дипломатического процесса. Да, возможно, оно далеко от идеала. Однако, я считаю неправильным выход из договора, который был согласован, и за который проголосовали единогласно на заседании Совета безопасности ООН. О выходе из соглашения американский президент заявил еще в январе. Мол, Иран не соблюдает обязательства, и США готовятся возобновить санкции уже 12 мая. Европейская тройка, Германия, Франция и Великобритания несколько месяцев пытались переубедить Трампа, но тщетно. Когда он что-то обещает во время своей кампании, то это выполняет. Он вышел из Парижского климатического соглашения и теперь из иранской ядерной сделки. Я понимал, что так будет, но мы можем поработать над чем-то большим, если США мало ядерной сделки 2015 года. После волны беспокойств Дональд Трамп все же проанонсировал новую ядерную сделку. Которая позволит США проверять иранские базы. И заверил, для иранского правительства это будет более выгодное предложение. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Бывший лидер Каталонии, беглый Карлос Пучдемон, решил не баллотироваться на пост лидера автономии. Сейчас он в Германии, где ждет решение об экстрадиции. Почему главный вдохновитель независимости от Испании не собирается возглавлять мятежный регион, знает Светлана Чернецкая. Вот уже пять месяцев каталонский парламент не может выбрать премьера. Главным кандидатом на эту должность был бывший глава региона Карлос Пучдемон. Но он бежал из Испании после референдума о независимости, который Мадрид считает нелегитимным. Главного вдохновителя отделения Каталонии обвиняют в подстрекательстве к мятежу, заговоре и незаконном использовании бюджетных денег. Сейчас Пучдемон в Германии, где его задержали по европейскому ордеру. Суд рассматривает вопрос об экстрадиции бывшего премьера в Испании. И пока решается личная судьба Пучдемона, политический кризис в Каталонии обостряется. Ведь если до 22 мая не утвердят главу женералитета, придется проводить новые выборы. А сепаратисты опасаются потерять большинство в парламенте. Поэтому Пучдемону пришлось отказаться от лидерских амбиций и назвать имя преемника. Мы предлагаем нашего коллегу и депутата Кима Торру. Его обязанностью будет внутреннее руководство защиты национальных прав Каталонии от авторитарного государства, которое не хочет договариваться и соблюдать наши права. И особенно ему придется защищать результаты референдума 1 октября, когда народ проголосовал за независимость от Испании. Торра далеко не первый претендент на место Пучдемона. Но все остальные кандидаты либо находятся за решеткой, либо скрываются от уголовного преследования за пределами Испании. Поэтому Ким Торра стал компромиссным вариантом. Ему 55 и в большой политике он новичок. Впрочем, в Каталонии Торра достаточно известен как борец за независимость региона. В частности, был издателем книг по каталонской истории, литературе и журналистике. Теперь за него должен проголосовать парламент. И если кандидатуру утвердят, в регионе наконец-то смогут сформировать правительство. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Зачем Илону Маску тоннель под Лос-Анджелесом? Какое происшествие напугало всю Австралию? И что теперь могут человекоподобные роботы? Об этом и не только в нашем обзоре. Основатель Тесла Илон Маск почти завершил строительство подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Инстаграме. Разработкой и строительством подземного коридора занималась его компания The Boring Company. Маск добавил, проложить тоннель он решил еще несколько лет назад, чтобы разгрузить дороги в городе и сделать перевозки пассажиров максимально быстрыми и комфортными. В Австралии совершено самое массовое убийство за последние 20 лет. Недалеко от города Маргарет-Ривер полиция обнаружила в частном доме тела семи человек, среди которых четверо детей. У большинства жертв огнестрельные ранения. Неподалеку нашли орудие убийства – ружье. Правоохранители пытаются установить связь с родственниками погибших, однако сделать это непросто, поскольку все погибшие из одной семьи. На индонезийском острове Ява извергается вулкан Мерапи. За пару часов до происшествия местные жители почувствовали подземные толчки, а вскоре вулкан начал выбрасывать пепел на высоту более 5000 метров. Спасательные службы приступили к срочной эвакуации людей в радиусе 5 километров. О пострадавших не сообщается. Компания Boston Dynamics научила роботов спускаться по лестнице и ходить на утреннюю пробежку. В новом ролике роботизированная машина Atlas бегает по парку и даже перепрыгивает небольшие препятствия. Кроме этого, с легкостью поднимается и спускается по ступенькам. Впервые свое изобретение компания показала еще в 2016-м. Тогда роботы неуверенно стояли на ногах и падали на скользкой поверхности. Япония успешно отправила три мини-спутника в открытый космос. Разработкой сателлитов размером с человеческую ладонь занимались ученые из Кении, Коста-Рики и Турции. Запуск произвели с экспериментального модуля, расположенного на Международной космической станции. Делегации трех стран посетили Центр космических исследований Японии, чтобы наблюдать за историческим событием. Кьюбстаз или миниатюрные спутники позволяют быстрее и дешевле проводить космические исследования, поэтому пользуются большой популярностью. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова